Добрый день! В этом видео я продолжу рассказ про германо-скандинавскую мифологию. В прошлый раз мы разобрались с устройством мира. Теперь настала очередь поговорить о тех, кто его населяет. Но сначала хочу рассказать о войне между ваннами, богами стихий, и асами, хранителями миропорядка. Война началась с того, как в Асгард пришла Гульвейк. Она отвечала за силу золота, то есть попросту за алчность. Один трижды пытался ее убить, потому что два раза она воскресала. Ваны решили отомстить самоуверенным асам. Как вам нравится? Пришла в гости, ничего не сделала, а ее сразу убили. Да еще не единожды. И я сомневаюсь в том, что Гульвейк была злая. Как и в других древних культурах, боги и другие сверхъестественные существа не бывают добрыми и злыми. Они просто отвечают за разные функции, которые полезны или вредны людям. Так у Гульвейк была алчность. Есть и другая версия, более логичная. В этом варианте колдунью создали сами ванны и отправили в Мидгард, потому что люди поклонялись асам, а не богам природы. Мотив зависти достаточно распространенный в древних мифах. Достаточно вспомнить древнеегипетского Азильса и его брата Сета. Тогда становится понятно, почему Один убивает Гульвейк. Он защищает мидгардцев. А нападение ванов на Асгард – это изначальная цель, для которой просто нужен был повод. Итак, осада мира асов увенчалась успехом и бой перешел на улицы. Но там асгардцы оказались сильнее. В итоге был заключен мир, заложниками которого стали с одной стороны великан Мимир и ас Хёнир, ушедшие к ванам, а с другой – ван Ньорд с детьми фрейром и фрейей, переехавшие к асам. Как вы видите, в германской мифологии происходят две войны за власть и, соответственно, две смены поколений богов. Сначала асы уничтожают почти всех великанов первых существ, о чем я уже говорила в предыдущем видео. А потом побеждают ванов – древних богов природы. Стоит упомянуть, что смена поколений богов – это нормальное явление в мировой культуре. Но обычно их два – например, греческие титаны и боги, индийские асуры и суры, чудовища Тиамат и боги в Месопотании. Для закрепления мира асы и ваны совершили специальный обряд. Наплевали в чашу и из общей слюны сделали мудрого гнома Квасира, который знал ответ на любой вопрос. Он окончательно помирил воевавших и отправился путешествовать по миру, делясь своими знаниями. Люди его не слушали, видимо считали шибко умным. Тогда он направился в Свардальфхейм, где жили такие же, как он – гномы. Кстати, гномов, точнее карликов-цвергов, Один, Вилли и Веса творили из червей, живших в теле великана Эмира. Эти существа превращаются в камень под лучами солнца. Своим соплеменникам Квасир совсем не приглянулся, судя по тому, что его там убили двое – Фьялар и Галлар. Они деловито слили всю кровь в три посудины и смешали с медом. Напиток, получивший название мед поэзии, наделял поэтическим даром каждого, кто его пробовал. Как гласит миф, в гости к гномам зашел великан Гиллинг. Мне всегда было интересно, как он поместился у них дома. Или они ее принимали на улице? Скорее всего, второе. Такой я сделала вывод, исходя из последующих событий. Фьялар и Галлар так были рады своей выходке, что начали наперебой хвастаться. Но потом спохватились, что великан их выдаст. Потому решили, недолго думая, его тоже убить. Однако это увидал сын Гиллинга Гутунг, который хотел тут же покарать гномов. Но те откупились медом поэзии. Великан поместил напиток в центр горы, а охранять посадил дочь Гунлёд. Но страж оказался ненадежный. Один узнал про мед, перессорил слуг брата Гутунга Бауги, которые поубивали друг друга. Сам же пришел и работал вместо них все лето. А в оплату хотел помощь в добыче напитка. Мед поэзии они договорились поделить. Бауги просверлил в скале дыру. Один превратился в змея и очаровал девушку-охранницу. Потом перевоплотился в орла и в клюве понес мед поэзии в Асгард. Конечно, ни с каким Бауге он делиться не собирался. По дороге часть ценного напитка расплескалась, и ее выпили люди, тоже получив дар. Есть версия, что часть меда царь богов проглотил, а вышедший естественным путем напиток стал пищей для плохих поэтов. Ну а основная часть меда поэзии досталась сыну Одина, богу поэзии Браги. Эта история очень сильно напоминает индуистский миф о напитке бессмертия, за который боролись суры против асуров. И даже такая деталь, что капли напитка упали на землю и достались другим существам. Впереди вас ждет видео о культуре Древней Индии, и там я обязательно об этом расскажу. А пока продолжим про мифологию скандинавов и перейдем уже к самим богам. Один – верховный бог и один из создателей мира. Его братья Вилли и Ве больше нигде не упоминаются, потому возникло предположение, что это другие ипостаси Одина. Я не буду вас сейчас пугать аналогией с христианской троицей, а вот на трех богов – Тримуртия, Индуизма, Брахму, Вишну и Шиву обязательно обращаю внимание. Один – не только предводитель асов, он еще и мудрец. Для того, чтобы стать таким, ему пришлось пожертвовать одним глазом. У корней Древа Игдрасиль есть подземная пещера. В ней – источник знаний, который охранял великан Мимир. Тот самый, что был заложником Увана. Его обезглавили по навету. Одину пришлось отдать свой глаз, чтобы оживить голову. И тут на ум приходит египетский бог Гор, который дал проглотить свой глаз Азирису, чтобы тот ожил. Голову Мимира правитель асов отнес к источнику знаний. Там он с ней беседует и пьет воду, которая наделяет мудростью, но на время. Один – знаток рун. Для этого он 9 дней провисел прибитым к Игдрасилю своим копьем Гунгнир. Видимо, такой способ изучения был для бога более подходящим. По одной из версий, руны происходят от этруского алфавита. Ими пользовались с 1 по 12 век на основной территории Скандинавии и до 13 века в Исландии. На территории Швеции есть провинция Даларна, где руны были в ходу аж до 19 века. Жена Одина – фрик, богиня брака и домашнего очага. Но по примеру своих индоевропейских божественных коллег, он породил детей не только от нее, но и от разных других женщин. Его дети – Тор, Тюр, Химдаль, Бальдар, Хет, Хермот, Браги и другие. Перед вами вариант реконструкции генеалогического древа скандинавских богов. Один – бог войны. Он покровительствует воинам и принимает в своем чертоге Бальхали тех, кто умер в бою. Причем не всех, а только самых доблестных – Энхерии. Этих воинов сопровождают с поля битвы Валькирии – девы-воительницы, реющие в облаках во время схватки. Энхерии утром облачаются в доспехи, днем убивают друг друга, вечером воскресают и пируют. Пьют они мед, который дает коза Хёйдрун. Так видоизменяется ее молоко, потому что питается она листьями с древа Игдрасиль. Едят Энхерии мясо вепря Сехремнир, который полностью восстанавливается к следующему ужину. Готовит для воинов повар Антхремнир, в котле Элтхремнир. Поскольку Хремнир переводится как покрытый сажей закопченой, то, возможно, повар – негр. Допростят меня поборники толерантности, но использовать термин афроскандинав в этом контексте было бы как минимум странно. Кроме Вальхалы, есть еще несколько мест для умерших. Так, часть воинов, видимо, не самых доблестных, отправляется на луг Фолькванг, в чертогах Фреи, богини любви и войны. Для тех же, кто умер в своей постели, то есть не в сражении, дорога в Хильхейм – холодное, темное, туманное и серое место, откуда удалось возвратиться только однажды. Это сделал бог Хермот. Он – сын Одина и его законной супруги Фрик. У него было два единоутробных брата – слепой Хет и Бальдор, бог весны и света. Последнему было предсказано, что он умрет от руки брата. Обеспокоенная мать взяла клятву со всего, что могло стать орудием – металлы, камни, растения, звери, птицы и даже рыбы, что они не причинят вреда ее сыну. С этого момента все асы решили, что Бальдор бессмертный. Они стали развлекаться тем, что пытались его убить, перебирая разные способы, на какие только хватало фантазии. Конечно, у них это не получалось. Специалист по хитрости и обману Локи узнал, что Фрик забыла про Амелу. Сделал из нее стрелу и вложил в руки слепого Хеда. Так исполнилось пророчество, и брат убил брата. Вы, конечно, помните, что и у соседей германцев, кельтов, Амела была особым растением, но специфика ее была другая. Подробнее об этом в видео про культуру кельтов, которое доступно по ссылке вверху экрана. Бальдор, умерший не на поле брани, попал в Хельхейн. К нему присоединился Хед, мгновенно убитый богом мщения Вали. Туда же, в надежде вернуть брата, отправился Хермот. Хозяйка загробного мира Хель, дочь Локи, сказала, что отпустит бога весны и света, если все живые существа будут его оплакивать. Асы отправились по миру уговаривать плакать тех, кого встречали. Но великанша Ток, в которую превратился Локи, отказалась. Так Бальдор остался в Хельхейме. Этот миф отражает распространенный древний сюжет о смерти и воскресении богов плодородия и смене времен года. С той разницей, что возрождение Бальдора запланировано на Рагнарёк, последнюю битву. О ней я расскажу немного позже, а пока продолжу рассказ про асов. Наверное, самый известный скандинавский бог – это громовержец Тор. Те, кто смотрел американский фильм компании Марвел, даже не догадываются, что он был рыжий. Так же, как и его жена Сиф. А вот молот Мьёльнир у него был. Но сам Тор не мог его поднять, а уж тем более пользоваться. Для этого у него был пояс силы Мёген-Гьёрт, который удваивал силу бога, да еще волшебные железные рукавицы. Только ими он мог метать молот. Это оружие, как и другие магические предметы асов, сделали цверги. Начать рассказ про них стоит с неприятного происшествия. Локи срезал волосы у богини-плодородия, красавицы Сиф. Тор был вне себя и грозился покарать виновника. Но Локи обещал все исправить. Он отправился к цвергам – искусным мастерам кузнечного дела. А те с удовольствием создали не только тонкие золотые волосы, которые прилипали к голове и росли, но и копье Гунгнир, поражавшее любую цель, и корабль Скидблондир, на котором умещались все воины Асгарда. Но его можно было сложить и убрать в карман, как платок. Получив эти предметы, Локи отправился было к Ассам, но по дороге поспорил с другими цвергами, что они не смогут создать ничего более совершенного. Причем поставил свою голову. А они взяли и создали. Вепря Гуленбурсти, который очень быстро бегал, Золотое кольцо Драупнир, которое увесмирялось каждую девятую ночь, и Молот Мьёльнир. Именно Молот был признан асгарцами самым совершенным созданием цвергов. А Локи проиграл спор. Однако Один запретил рубить ему голову, но зашил рот. Между прочим, однажды у Тора украли молот. Сделал это великан Трюм и спрятал глубоко под землей. Он соглашался вернуть Мьёльнир только в обмен на богиню Фрею. И вовсе не мог Тор сказать, молоточек, иди ко мне в руку. Пришлось самому наряжаться Фреей и с помощью Локи и его мастерства обмана возвращать оружие. У Тора есть два волшебных козла – Тангниостер и Тангриснир, которые не только возили его в колесницу, но и были для него пищей. Ас их жарил, ел мясо, а потом воскрешал животных своим молотом. Главное – не грызть кости. Я уже много раз упомянула имя Локи. Думаю, самое время про него рассказать. Он – Йотун по происхождению, так как родился от двух великанов – Фарбаути и Лаувей. Он жил с асами и был побратимом Одином. Его ценили за ум и хитрость, но и ругали за постоянные выходки. Так стены Асгарда строил некий великан с помощью своего коня Сводильфари. В уплату он хотел Фрею, Солнце и Луну. Но справиться великан должен был за конкретное время. Конечно, боги не хотели платить. И тогда Локи обратился прекрасной кобылицей и отвлек коня от работы. В результате этого великан не справился в отведенное время и был убит. А Локи забеременел и породил восьминогого коня Слийпнира, на котором стал ездить сам Один. Этот сюжет опять отсылает нас к индуистской мифологии, когда бог Вишну превратился в женщину-махини, которая очаровала Шиву, в результате чего на свет появился Айяпа. От великанши Ангборды у Локи было трое детей. Змей Йормунгант, тот самый, который плавает в мировом океане и опоясывает землю. Хозяйка Хильхейма Хель, чье тело с одной стороны синее, а с другой красное. Волк Фенрир, который вырос и стал таким большим, чтобы отойти к нему осмеливался только Тюр, бог чести и воинской доблести. Асгардцы решили посадить животное на цепь. Первые две он разорвал, а третья, Глейпнир, его удержала. Ее изготовили цверги из очень специфических материалов. В составе шум кошачьих шагов, женская борода, корни гор, медвежьи жилы, рыбьи голоса и птичья слюна. Для того, чтобы волк разрешил надеть цепь, Тюр положил ему в пасть свою руку. А когда Фенрир не смог освободиться, то откусил ее. От богини Сигюн у Локи было двое сыновей. Когда на перу мастер хитрости и обмана обвинил богов в трусости, богиня в разврате и признал свою вину в смерти Бальдра, боги взбесились. Они поймали Локи с сыновьями. Одного мальчика превратили в волка, он разодрал второго, и его кишками светлые асы привязали виновника к скале. Богиня Скади, от чьего имени происходит название Скандинавия, была особенно зла на Локи, так как по его вине погиб ее отец. Правда, началось все с того, что Тьяци, отец Скади, поймал Локи, а в обмен на свободу потребовал богиню вечной юности Идун. Йотаны часто были падкими на богиню. У Идун был ларец, в который она складывала яблоки с волшебной яблони. Дерево охраняли три норны богини судьбы – Урт, Верданди и Скульд. Они разрешали приближаться к яблони только одной богине юности. Этими яблоками Идун кормила асов, и волшебные фрукты поддерживали в богах жизнь и молодость. Локи обманом помог Тьяци украсть богиню с яблоками, а асы сразу же состарились и подряхлели. Тогда тот же Локи по приказу Одина вернул Идун с фруктами в Асгард, а Тьяци погиб в процессе погони. Его дочь Скади отправилась мстить, но вместо этого вышла замуж за Ньордан. Однако обиду на мастера хитрости затаила. А когда представилась возможность, она повесила над связанным Локи ядовитую змею, так, чтобы ее яд капал на лицо хитреца. Сигюн собирает отраву в чашку, а потом выливает. Но в то время, пока она убирает посудину, яд попадает на Локи. Он содрогается, и вместе с ним трясется вся земля. Аналогия скандинавской мифологии с индуистской прослеживается и в глобальном плане. В Индии в конце времен ожидается конец света, а потом создание нового мира. Циклическая концепция. У скандинавов Один вызывает из могилы Вельву, колдунью, которая рассказывает не только о начале мира, но и его конце и возрождении. Получается та же циклическая концепция. Гибель богов Рагнарёк произойдет после финальной битвы против великанов и отпрысков Локи. Предвестниками этих событий и их причиной являются недостойные поступки самих асов. Например, то, что они не держат слово и, обещав заплатить, хитростью избегают этого. Так было с Йотуном, хозяином коня Свадильфари, строившим стены Асгарда. А еще из-за брата убийства, когда Хёд убил Бальдра и многого другого. Рагнарёк должен будет возвестить Химдаль. Он протрубит в свой золотой рог Гелархорн, собирая богов дать отпор противникам. Среди врагов будет и Фенрир, которому удастся, наконец, освободиться от волшебной цепи. И его собрат пёс Гарм, тоже сорвавшийся со своей. И змей Йормунгант, чьими стараниями океан выйдет из берегов. Этот потоп освободит корабль Нагальфар, который создан из ногтей мертвецов. Любопытно, что он не держится на воде, но прибудет по льду, который останется на земле после трёхлетней зимы. Не желая помогать силам зла, скандинавы отрезали умершим ногти и сжигали их. На корабле приплывут йотуны под командованием великана Хрюма или Локи. Да и сама хозяйка Хильхейма придёт на битву. Сыновья Фенрира, волки Сколь и Хати проглотят солнце, соль и луну Мани. В огненном свете по мосту Беврёст явится армия великанов из Муспильхейма во главе с Суртом. Радужный мост не выдержит их и разрушится. Битва разразится на равнине Бигрит. Фенрир убьёт Одина, но погибнет от руки его сына Видара, бога Мщения и Безмолвия, который разорвёт его пополам, схватив за челюсти. Тор убьёт Йормунганда, но сам погибнет от его яда. Локи и Хейндаль уничтожат друг друга, так же как Трюм и Гарм. Фрейр Ван Плодородия и Лето погибнет от руки Сурта. Именно этот огненный великан поставит финальную точку в битве, обрушив на землю разрушительную силу огня Муспильхейма. Однако это трагическое событие не станет окончательным финалом. Спасутся сыновья Одина, Видар и Вали, сыновья Тора, Магни и Моди. Возродятся боги Бальдар и Хёд. Совершенно случайно спасутся в роще Ходмемир, где невластна сила Сурта, люди, Лив и Лив Тросир, жизнь и пышущей жизнью. От них снова восстановится человечество. Как видите, всё не так уж безнадёжно в германо-скандинавской мифологии. Жизнь не погибнет, и мир снова возродится. Спасибо вам, что провели время вместе со мной, путешествуя по мифам. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание! Спасибо вам за внимание!